Еще флюоресценция у нас представлена. А что они показывают? Они показывают, что они показывают. Скорость ветра. Перед камерным залом театра ученые знакомят участника форума с разработками Южного научного центра. Например, биотехнологиями, связанными с восстановлением рыбных запасов морей и энергосберегающими технологиями. Три сотрудника центра академики Каляев, Новаков, Доктор технических наук, Мельник, удостоено в 2016 году премии правительства Российской Федерации за разработку технологии интеллектуального управления, создание роботизированного комплекса перегрузки ядерного топлива, внедрение импортозамещающих синтетических покрытий для спортивных объектов. На пленарном заседании продолжают говорить о достижениях ростовских ученых. Павел Пляк – участник группы, сделавшей открытие пешего перехода в Карачаево-Черкесии. Вспоминает, туристическая группа была в Прильбрусье летом и признаков хождения людей по этому перевалу не обнаружила. В перечне известных перевалов Западного Кавказа он также не значится. И в архивах отчетов о горных походах упоминания его прохождения нет. Перевал в целом интересный, не только потому, что он сложный, он безопасный достаточно с нашей точки зрения. Ну, в меру в горах все опасно, но он более-менее безопасный. Почему? Ну, нет нависающих козырьков, нет близко расположенных вершин, которые там очень сыпучие, склонны. То есть в горах что опасно? Это лавины, это камни. Во время пленарного заседания губернатор вручил ученым памятные знаки 80 лет Ростовской области и медали за доблестный труд на благо Донского края. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.